Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и добро пожаловать в Транспорт Фивор 2. Для тех, кто не знает, что это за игра, это транспортная стратегия, в которой надо соединять всякие заводики и городушечки различным транспортом. Пару недель назад она релизнулась, и чё-то как-то я в неё подзалип, поэтому, а почему бы и нет. Первая часть у меня чё-то как-то не приелась, а вот в эту я прям залип. Я, в общем-то, решил отснять один сезончик кампании в этой игрушечке. Цель игровых кампаний как можно ярче показать ключевые моменты в истории транспорта, воспроизводя исторический контекст. Не будут забыты и мрачные страницы мировой истории, причём мы не пытаемся смягчить трагические эпизоды и высмеивать тех, кто стал их жертвой. Не стоит забывать о том, что история транспорта и раньше, и сейчас это во многом история войн, угнетения, а иногда и великих страданий. Соответственно, субъективные осуждения, высказываемые в отдельных заданиях, далеко не всегда отображают взгляды самих разработчиков. Неплохое, кстати, примечание от редакции этой игры, соответственно, что мы имеем? Тихо, заткнись. У нас в кампании есть три главы, соответственно, я отсниму полностью, независимо от просмотров, лайкусиков и так далее. Я полностью отсниму первую главу, а если зайдёт, то, соответственно, будет и вторая, потом и третья. Если всё это зайдёт, потом поиграем в свободную игру на какой-нибудь небольшой карте и её разовьём. А если и это всё зайдёт, то потом какую-нибудь гигантскую карту мы возьмём. В общем-то, не от меня это всё зависит, по сути дела. Хотя, может, и от меня. Вторая и третья главы сейчас не открыты. Я специально не смотрел ролики на ютубе, другие, кто уже это начал дело снимать, чтобы интересно было самому рубиться. С механиками вроде как я разобрался, не знаю. Для меня игрушка зашла. Плюс, как и в City Skylines, здесь есть стимовский воркшоп. Поэтому, я думаю, это довольно-таки долгоиграющая игра. Будет куча и модификаций, и всякой фигни. Пока я, разумеется, это ничего не ставил, ничего не копался и пока, в общем-то, не буду. В общем-то, друзья, поехали. Первая глава. Итак, глава 1. Золотая лихорадка. Америка, середина 19 века. В Неваде, где ещё недавно паслись немногочисленные стадо буйволов, всё пришло в движение. За горным хребтом у реки Карсен нашли золото. Похоже, там настоящие залежи, осталось его добыть. Любой, кто не пожалеет сил, будет щедро вознаграждён. Какой прекрасный шанс. Начинаем, в общем-то, задание. Хм, а тут нас приветствуют заставочки. Добро пожаловать в Терра Инкогнито. Хотите разбогатеть? Значит, вы именно там, где нужно. Слушайте, а виды тут ничего такие. Вирджиния Сити царит золотая лихорадка. Да, маленький городок. Я так понимаю, мы в конце 19 века сейчас стартанём. Вам довелось выиграть в покер в Салуне Красный Пёс, права на многообещающий участок. И это настоящее везение. Скоро вы будете таскать самородки размером с кошачью голову. Неплохо, многообещающе звучит. Там, боже, заткнись ты. Итак, значит, поиск шахты. Первое задание, я так понимаю. Благодаря вашей смекалке и удаче вы выиграли в карты целый золотой прииск. Предыдущая хозяйка, девушка Сьюзи из Салуна, совсем не умеющая играть в покер, уже позаботилась об основах и, будучи человеком практичным, оставила заодно и необходимое оборудование. Теперь всё, что осталось делать, это найти шахту. Далее идёт управление камерой. Ну, насколько я понимаю, это обучалочка и метры считаются гениально. Приблизьте камеру. Ну, как-то так это работает. Да, всё время начинаешь новую игру и всегда обучалки. Даже если ты разобрался с этим делом, не надо понаклонять. Ладно, это всё такое. Даже аплодисменты, боже. Переместите камеру на шахту, сейчас нужно её найти и, боже, как это тяжело сделать, зная такой, точнее видя такой гигантский знак вопроса. Укреплён Штоллин, для чего же многопищающий прииск? Хоть пока вы разработали всего ничего, ещё рано очавиться, надо просто копать глужи. Нужно разобыть крепкую древесину и ближайшем лесу, чтобы шахта не обвалилась. Боже, не переключайся. Подпорки отлично справятся с укреплением тоннеля. Строительство стоянки для грузовиков. Ну, это всё понятно. Вот же стоянка для грузовиков. Ага, надо поставить её сюда. Гениально. Значит, ставим стоянку грузовиков вот на это место, где оно подсвечено. Ты дышь, и всё. Задание выполнено, я молодец. Теперь надо проложить маршрут. В этом тоже, наверное, ничего сложного. Прокладываем, соответственно, маршрут отсюда до нашего прииска. Есть, выполнено. Теперь нужно сделать небольшую стоянку, где смогут парковаться и повозки с лошадьми. Это называется транспортное депо, насколько я понимаю. Вообще, у меня есть привычка переименовывать линии, но я думал, что в начальных заданиях в этом нет никакой нужды. Поэтому давайте построим дорожное депо. Тыдыщ, готово. Мы молодцы. Всё готово. Осталось найти повозку, чтобы перевозить древесину. Нажмите на стоянку и купите повозку. Я это сделаю, без вопросов. Купить транспортное средство. И, наверное, одну мы возьмём, потому что надо, чтобы она хотя бы одна была. Назначите повозки маршрут. Ага, как тут всё хитро. Ладно, я знаю, как это делается. Линия 1. Мы её туда отправляем. И мы молодцы. Дождитесь, пока повозка доставит брёвна к шахте. Для этого мы игру снимаем с паузы. И давайте за ними понаблюдаем, раз у нас есть такая возможность. Кстати, тут можно смотреть от первого лица. Вот так вот она катается. Соответственно, давайте немножко ускорим время. Ну, за повозками на самом деле не очень интересно наблюдать. А вот за паровозиками, не знаю. Мне вот в кайф на них кататься было. Особенно, когда развязочек кучу спроектируешь. И вообще всё крутота будет. А вот мы и приехали. И, видимо, задание у нас выполнилось. Да. Дела идут прекрасно. Не всё то золото, что блестит. Возможно, вы недооценили свою соперницу по покеру. Несмотря на все старания, вам удалось добыть лишь несколько кусков серебряной руды. Разумнее всего, было бы сейчас избавиться от шахты, пока она не загнала вас в долги. К счастью, в Вирджиния Сити постоянно прибывают салаги, к которым можно толкнуть эту несчастную шахту за неплохие деньги. Строительство грузовой станции. Итак, вам удалось продать серебряную шахту за приличную сумму. Пора инвестировать в какое-нибудь прибыльное предприятие. Как раз подвернулась прекрасная возможность. Всю руду из шахты надо отправлять вниз по течению реки на обогатительную фабрику. Железная дорога, по которой будут осуществляться перевозки, обещает быть прибыльной. Соответственно, надо построить железку. В принципе, можно игру запустить. Пускай ввозит повозочка. Почему бы нет? Соответственно, у нас та посвеченная область. Все как обычно. И она сюда прям присасывается. Хорошо. Пускай так. Рельеф здесь коварный. Придется сделать несколько очень неприятных поворотов. Соедините открытые концы пути у Devil's Pass, Skull Rocks и Washington Hills. Погнали искать. Соответственно, нам надо выбрать пути. И да, путей у нас нету. А здесь прокладываем вот такой вот тоннельчик. Тоннели, падла, дорогие. Вот здесь у нас нет пути. И поэтому надо и это все дело соединить. И как-то он нехорошо соединяется. Давайте это поаккуратнее сделаем. Ага. Он хочет. Ну, это ж некрасиво. Здесь же проще было бы вот так вот завернуть. Меньше скорости потерялось. Ну, ладно. Хозяин барин. Ну и, соответственно, построить мост. Сейчас он на каменных опорах. А потом будут доступны еще со временем и железные опоры. И, кстати, выглядит он реально круто. Прокладка маршрута. Проложите железнодорожный маршрут, по которому руду можно будет быстро доставить в долину. Блин, ну выглядит все, кстати, круто. Соответственно, давайте проложим маршрутик. Давайте вот отсюда. И на следующую станцию. Вот сюда. Маршрут мы построили. Молодцы. Постройте железнодорожное депо в посвященной области. Окей. Не проблема. Только где у нас посвященная область? Вон она, посвященная область. Ладно. Нормально располагается. Я не знаю, повернуть. Повернем. Строительство стоянки. Да. Осталось подвести к нему пути. Логично. С этим не поспоришь. Подводим, соответственно, пути. Все. Готово. Нажмите на железнодорожное депо и купите локомотив и грузовые вагоны в числе 3 для перевозки серебряной руды. Не вопрос, дружище. Соответственно, из локомотивов у нас есть только один. Добавляем его и нужны нам 3 вагончика. Гондола. Соответственно, 3 штуки и покупаем. И логично будет сейчас отправить его на маршрут, правда? Назначение транспорта на маршрут. Прекрасный железный конь. Пора отправить его в первую поездку. Назначите поезд на маршрут. Да не вопрос. Линия 2. Уехал. Крутота. Превозка руды набирает оборот. Если повезет, она принесет вам больше денег, чем все серебро Невады. Дождитесь, пока поезд привезет серебряную руду на переработку. И вот он выезжает из депо. Боже, как же он здорово выглядит. Я не знаю, паровозики это хорошо. Я люблю паровозики. Я думаю, мы прокатимся именно вот с таким вот видом. А почему бы и нет? Только можно немножко ускорить время. И да, на станциях у нас вот здесь вот скапливаются товары какие-либо. Они, соответственно, грузятся на поезд. И поезд их потом везет. Загрузился он далеко не полностью. Но нам сейчас это и не важно. Погнали по нашим путям. Посмотрим. Так, что ты там орешь? Веселье на всю катушку. И так дело сделано. Первый поезд катится по рельсам. А люди бросают свои дела, чтобы приветствовать это чудо техники. Не упустите шанс забраться на паровоз и помахать им в ответ. Ага, это бонусное задание. И я так понимаю, нажмите на поезд и воспользуйтесь видом из кабины. Гениально. Это и есть наше задание. И оно выполнено. Приятной поездки. Не, ну так-то отличненько. А вот и прибывает наш паровозик. Добро пожаловать. Он выгружается и задание выполнено. Сухие ноги. Благодаря вашей железной дороге переработка руды идет как никогда быстро. Тем временем в Карсен Сити прибывают разные высокопоставленные дамы и господа. Позабочитесь о том, чтобы они не испачкали обувь на ваших улицах. Разузнайте, что хотят ваши будущие пассажиры. Активируйте слой землепользования. Слои нам, я смотрю, пока недоступны. Ну и ладно. Активация слоя. Ага, нам надо что, остановки поставить? Строительство остановок. Все ваши услуги требуются по всему городу. Постройте автобусные остановки в каждой подсвеченной области в городе Карсен Сити. Малые автобусные остановки можно расположить прямо на тротуарах. А мы так и сделаем. Вот они, маленькие остановочки. Соответственно, ставим. Как здесь удобнее ставить? Чтобы они по кругу ездили. Раз, одна. Два. Другая. И три, третья. Мы молодцы. Позаботьтесь о том, чтобы ваши экипажи останавливались на всех остановках. Соедините новые остановки в городе маршрутом. Не вопрос. Давай ты едешь в новый маршрут. Едешь вот отсюда, потом сюда и потом сюда. Постройте стоянку, где можно будет запрягать лошадей и останавливаться на отдых. Не, ну так-то вообще можно и из того города это дело пустить. Но ладно уже. Еще одно дорожное депо ставим. А почему бы его вот сюда вот не пихнуть? Купите три пассажирских экипажа на новой стоянке и назначите нам маршрут. Да не вопрос. Убираем пассажирские, гружевые повозки, три штуки. Раз, два, три. Берем и всех назначаем на маршрут линия 3. Все работает. Перевезите пассажиров 5 в пределах города. Ну в общем-то по сути дела просто ждем. Ну и раз такое дело, то почему бы за ними не понаблюдать? Ужасное чудовище. Где-то в округе завелось опасное чудовище. Согласно показаниям свидетелей, оно скачет по деревьям ростом порядка трех метров. Шкура у него косматая и черная, а ноги огромные. Расспросите журналиста, что все это значит. Да, бонусное задание, принимаем его, конечно же. Журналист Никки Мистер Клеменс раскрыл вам свой источник. Это старый бездельник по имени Сэм Хокинс. Сейчас он должен быть в салоне Вирджинии Сити. Скорее всего, придется поставить ему что-нибудь покрепче, чтобы он выложил всю правду. Найдите следующую улику. Гениально. На самом деле ее тяжело, наверное, не заметить с учетом вот этих подсказок. Ну да ладно. Все равно делать нечего. Ждем пока 5 пассажиров будет. Этот милый человек с радостью все рассказал. С каждым стаканом виски описанное чудовище становилось все больше. Поговорит, что оно глотает целых коров живьем, а в зубах ковыряется шквартнем от телеги. Наш источник полагает, что вроде бы это чудовище шивается рядом с ранчо Пандераса. Найдите следующую улику. Так, ранчо. Нет, это не ранчо, это Рино. Так, тихо. У нас задание выполнено. Хорошо, я очень рад. У нас тут улики. Так, я кажется вырубил этого чертилу, который меня тут орет все время. И мы продолжаем наше бонусное задание делать. Проверить информацию. Старик Картрайт и его сын встретили вас на ранчо Пандераса довольно недружелюбно. Видимо вы уже не первый, кто пытается отыскать чудовище по горячим следам. Фермер утверждает, что десятки людей садили его участок. Но как только он уже собрался их прогнать, они вдруг ломанулись в сторону озера Таха со свежими газетами в руках. И мы ищем следующую улику. На самом деле то, что вот такие вот бонусные задания даются пока мы ждем, это неплохо. Крах иллюзий. Территориал Интерпрайз сообщает, дикарь мертв. Его тело было предано водам озера Таха, где оно опустится на глубину 200 с лишним метров. Вмерзнет лед и из-за высокого давления сожмется до размеров маленького ребенка. Ну тут уже ничего не попишешь. Хорошо. Задание выполнено и у нас есть основное задание, потому что 5 пассажиров мы перевезли. Соединение городов. Сделайте так, чтобы весь мир наконец-то соединился с бурно процветающим Карсон Сити. Постройте пассажирскую станцию в Карсон Сити и соедините ее с пассажирской станцией Врина железнодорожными путями. Ага, и у нас та же подсвеченная область есть. А у нас тут уже даже началась строиться эта железка. Хорошо. Не надо ничего выдумывать и это прекрасно. Соответственно, друзья, строим железочку. Как бы это сделать так, чтобы здание не удалялось? Ай да и хрен с ним на самом деле. Железку мы построили и теперь нужны пути. Путями, соответственно, соединяем. И оно не соединяется, да, одним? Потому что, потому что выходит за пределы. Нехороший ты человек какой, а? Ну и ладно, в общем-то, мы тогда сами проведем. Будет не очень красиво, но ничего не поделаешь. Вот так вот и вот так вот. Покупка пассажирского поля. Организуйте составы, которые будут привозить людей со всего мира в Карсон Сити. Постройте новое депо рядом с новым маршрутом, подсоедините его, купите еще один паровоз и пассажирские вагоны. Три штуки. Нет проблем. Я так понимаю, строить мы его уже можем где угодно. Хотя один хрен его поставим вот так вот. Удобнее всего будет. Ну и соответственно, соединяем все это дело путями. Есть. Строим новый маршрут, который будет из Карсон Сити на вокзал в Рино. Теперь идем в железнодорожное депо. Вот в это. И покупаем локомотивчик. И соответственно, три пассажирских вагончика. Купить. Прокладывание назначения маршрута. Пора торжественно открыть железнодорожную ветку из Рино в Карсон Сити. Город, выросший на серебре. Создайте маршрут от новой станции в городе Карсон Сити до станции в городе Рино. И пустите по нему пассажирский поезд. Я походу немножко поторопился, да? Ладно, назначаем маршрут. Невозможно найти путь к остановке. Ты охренел что ли? Так, у нас тут бонусное задание. Мы его принимаем. Но к нему вернемся попозже. Что не так? Что я не так сделал? Ладно, снесем этот маршрут. И назначаем его заново. От новой станции Карсон Сити. Вот сюда. Да, не надо торопиться на самом деле здесь. Так, маршрут есть. Теперь вот в это депо мы назначаем поезд на линию 4. Невозможно найти путь к остановке. Да что ж не так-то? Ага, потому что я криворукий. Так иногда бывает. Ладно, пофиг, мы сносим это дело, значит. Английская стрелка нам пока что недоступна, да? Так-то можно было это все соединить без проблем. Но сейчас-то я попал? Попал. Ну, назначаем маршрут на линию 4. И да, задание выполнено. Мы молодцы. Перевезите 20 пассажиров в Карсон Сити, 20 пассажиров в Рино. Люди решительно настроены на пользование вашей чудесной железной дорогой. Все готово к отправке. Замечательно. Значит, мы пока ждем. Нам нужно доставить бревна с ранчо на лесопилку. Вам едва удалось сбежать от картрайтов. Организуйте доставку бревен в долину как можно быстрее, пока фермеры не вернулись. Давайте-ка мы пока на первую скорость переключимся. А вот у нас время ограничено, я не знаю. Доставить бревна с ранчо на лесопилку. Ранчо у нас находится вот здесь, а лесопилка у нас находится вот здесь. Соответственно, на ранчо нам нужна остановка, насколько я понимаю. Типа стоянка для грузовиков. Давайте ее вот прямо вот сюда вот и пихнем. Соответственно, делаем маршрутик вот отсюда. Вот досюда. Я же правильно показал? Нет? Несопилка. Все правильно. Вот она. Соответственно, где у нас дорожное депо? Вирджиния Сити. Вот оно. Мы не будем строить новое депо. Отсюда они без проблем доберутся. Тем более, они, кстати, отсюда поедут сразу. Они поедут на ближайшую остановку, поэтому они сначала поедут сюда. Ну да ладно. Покупаем грузовую повозочку. Давайте штучек 5 возьмем. А то хрен его знает, сколько там нам надо доставлять. И на линию 5 это все дело отправляем. Невозможно найти путь к остановке. Да ты шутишь. Почему он не может найти? Потому что это Карсон Сити дорожное депо. Вот я лошара. Ну и ладно. Тогда мы сюда тоже покупаем 5 этих самых грузовых повозок. Купить. И вот их назначаем на линию 5. Все. Пошло, поехало. Ну и теперь можно включить третью скорость. А, они сначала за бревнами поехали. Это замечательно. Может быть это остановка ближе. Не знаю почему. Обычно они едут туда, куда ближе. В первую очередь. А что у нас, кстати, с железнодорожной станцией? Есть ли тут людишки? 5 человек ожидает на Карсон Сити. Это неплохо. И вот он наш паровозик, кстати. Который 15 человек везет из Рина в Карсон Сити. Соответственно, здесь на станции 5 человек ждет. Значит, он туда обратно еще съездит. И задание будет выполнено. Это прекрасно. Ну а на лесопилке у нас бревна копятся. Отлично. Они сейчас все загрузятся. Я почему-то не написано было, сколько их нужно перевезти. Поэтому на всякий случай 5 штук. Хотя я думаю, нам надо одну повозку просто было запустить. И все бы прекрасно работало. Так, а тут у нас уже, кстати, 12 человек ждет. Маловато на самом деле. Придется ждать просто. Не автосохранение не вовремя. 100 тысяч паровозики. Эта тема, кстати, денег приносит много. Но падла их строить тоже не самое дешевое удовольствие, я вам прямо скажу. Особенно если на высоком уровне сложности играть. Ну а мы тогда покатаемся на нашем паровозике. Почему бы и нет? Образцовый ученик. У меня ачивка прилетела. Выполнено бонусное задание ранчо Пандераса. Благодаря поставкам древесины переработка серебряной руды идет полным ходом. А значит и ваш транспортный бизнес тоже. Хорошо. В общем-то бонусное задание мы сделали. Я надеюсь, что у нас первая миссия на этом и закончится. 12 человек мы привезли сюда. Сейчас мы едем обратно. Слушайте, а тут народу уже на станции нормально так приличненько собралось. Правда мы и 36 человек везли сюда. И полностью набился поезд у нас в обратную дорогу. Значит сейчас задание это будет выполнено. Первая галочка у нас уже есть. И сейчас мы получим вторую галочку. Добро пожаловать в паровозик. Задание выполнено. Добыча и переработка серебра идет просто превосходно. И кучка жалких лачу постепенно выросла в самый шикарный город запада. Здесь самые роскошные магазины, самые лучшие салоны. И куда не плють самые очаровательные дамы легкого поведения. Везде найдется где потратить. Честно заработано на серебре доллары. Ваши железные дороги истинная золотая жила штата Невада. На этом друзья у нас первая серия подошла к концу. Пилотная. Как я уже говорил если зайдет. То будет и вторая и третья глава. И потом в песочнице. Точнее в свободной игре тоже мы поиграемся во все это дело. А если нет то и хрен с ним. Так что друзья не забываем про лайкосики. Если вы впервые на канале то подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Пишите конечно же ваши комментарии. Что вы думаете по поводу этой игрушки. Группа вконтакте, дискорд все такое. Все есть в описании. Всем друзья спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем всего доброго. Пока пока.